Известно, что в Советском Союзе существовала любопытная традиция так называемого рыбного дня. Именно с таким названием открылась выставка в музее городского быта Симбирск конца 19-го, начала 20-го веков. Почему название рыбный день? Это отсылка к советскому времени, когда возник дефицит мяса. И посчитали нужным, чтобы четверг стал именно рыбным днём, в том числе и для того, чтобы мясную промышленность в каком-то виде можно было разгрузить. В экспозиции мы можем увидеть поваренную книгу, изданную в Советском Союзе в 1959 году. Название блюд удивляет. Стерлить паровая. Солянка с осетриной, севрюгой, белугой. Белуга фри. К сожалению, на нашем столе подобную рыбу мы уже не видим. Сейчас Куйбышское водохранилище в 10-15 раз медленнее, чем Волга, которая была до этого. Ловила здесь рыбка и большая, и маленькая. Если говорим про самую большую, то, что местным рыбакам удалось выловить, это был 1910 год. Это белуга весом в 736 килограмм. Но, к сожалению, этой фотографии нет, поэтому, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Зато есть фото белуги весом в 343 килограмма, которая была поймана в Волге 21 июня 1933 года. Большая часть экспонатов датируется концом 19-го, началом 20-го веков. Это предметы сервировки, торговой упаковки из-под сельдия и икры, а также фотографии и приспособления для ловли рыбы. Предметы, изготовленные из фарфора, фаянса, металла, стекла и перламутра. Особый интерес вызывает икорница. В начале 20-го века икра была привычной пищей даже для бедняков. Были и анекдотичные такие прям комичные случаи, когда рыбаки объявляли забастовку из-за того, что их каждый день кормили черной икрой. Ну и хлеб получался чуть ли не в три раза дороже, чем фунт икры в сезон, когда уже рыбу ловили. То есть там от половины до одной копейки за фунт черной икры. А тот же самый хлеб стоил, это у нас фунт, если про черные говорим, три копейки, если про белые, это пять копеек за фунт. На выставке также есть несколько фотографий Старого Симбирска с видом на Волгу и гравюры Джона Аткинсона. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.